Центр разбирком завершил регистрацию инициативных групп в движении кандидатов на пост президента. Ряду групп отказана. Основная причина – недостоверные и неполные сведения о составе. Зарегистрированные получили удостоверение 7 ноября. Они приступят к сбору подписей. Их должно быть как минимум 100 тысяч. Законом предусмотрена процедура проверки их подлинности после ЦИК примет решение о регистрации кандидатов. Выборы президента в стране назначены на 26 января. В Бобруйске образованы две территориальные комиссии. По выборам президента они сформированы в максимальном составе, предусмотренном законодательством по 11 человек. При обсуждении кандидатур учитывался их опыт работы в избирательных комиссиях, степень участия в общественной жизни, деловые и личные качества. В Бобруйске торжественно открыт обновлённый детский сад номер 42. Капитальный ремонт позволил учреждению увеличить количество возрастных групп до 5, теперь общее количество воспитанников 85. Также после апгрейда двери распахнул дошкольный центр развития ребёнка номер 49. В церемонии открытия приняли участие председатель Бобруйского горосполкома, председатель Бобруйского горсовета депутатов, депутат палаты представителей национального собрания. В Бобруйске проходят 10-е региональные образовательные чтения 80-летия Великой Победы памяти духовный опыт поколений. Православное мероприятие приурочено к 20-летию Бобруйской епархии. Юбилейный форум принимает Могилёвский областной театр грамм и комендий имени Дунина Марсенкевича. Бобруйчанка Риадна-Смоловская стала победительницей заключительного этапа Олимпиады школьников Союзного государства России и Беларусь «Историческая и духовная общность», который проходил в Уфе. Финальные соревнования поочерёдно принимают разные города России и Беларуси в планах на следующий год провести заключительный этап Витебской области.